Чуваши и российские сети намерены расширять сотрудничество. О совместных проектах шла речь на рабочей встрече главы республики и члена правления акционерного общества. Предприятия электротехнического кластера Чебоксара будут и дальше участвовать в крупнейших инвестиционных проектах Россетей. Продукция Чувашей зарекомендовала себя во время строительства энергомоста в республике Крым, отмечает Роман Бертников. Самое главное, интересы у нас появляются. Это новые разработки, есть новые решения, которые соответствуют мировым трендам. Я искренне надеюсь, что дальше это будет развиваться. И мы вообще скоро уйдем от слов Сименс, АББ и все остальное. А останется только Экро, Бресел и еще другие предприятия. И то, что делается со стороны администрации, со стороны республики, это процесс, который поддерживает идеологию и инициативу. Мы со стороны Россетей делаем все, чтобы это применять. Я уверен, что это идет вперед. Глава Чувашей отметил, что чебоксарские заводы готовы предложить заказчикам более ста тысяч наименований электротехнической продукции. На рабочей встрече обсудили вопрос подготовки молодых специалистов. Первый заместитель генерального директора российских сетей оценил по достоинству систему непрерывного инженерного образования, которое сейчас внедряется в регионе. Предприятия кластера курируют профильные кафедры вузов и разрабатывают обучающие программы. Важная роль в системе готовки специалистов отводится межрегиональным центром компетенций. Мы вкладываем почти 500 миллионов рублей, и кроме этого наши учебные учреждения выиграли свои конкурсы, еще 200 миллионов рублей. В общем, практически это 700 миллионов рублей, огромные средства для нас, где будут создаваться площадки в учебных заведениях и будут площадки создаваться в наших производствах.